Автор первого описания Петербурга, историограф Андрей Иванович Богданов, так объяснял наименование этой реки. Называется Фонтанка, потому что через Ея сделаны трубы, проведенные из бассейна Лиговского канала в сад Ея Императорского Величества для фонтанов. Эта часть набережной реки Фонтанки начинается с того самого летнего сада, чьи водометы, как называли фонтаны, и дали имя реке. Однако река Фонтанка в старые времена была совершенно не такой, какой мы видим ее сегодня. Она была мелководна, грязна и, можно сказать, даже не имела имени. Первоначально известная уже, которая сохранилась в документах, наименование Фонтанки безымянный ерек. Именно это название как раз в указах Петра, когда он пытается все-таки, даже с помощью купленного за границей насоса, наладить снабжение фонтанов. Потом некоторое время называлось Голодушей, что тоже очень славно, потому что для нашего города, столько раз переживавшим голод, вот эта вот река Фонтанка, вот, фонтанная, вдруг называется Голодуша. Да к тому же еще и Голая душа, что как бы для поэта вообще чудесно. Впоследствии речку стали называть Фонтанной рекой, а затем Фонтанкой. С течением времени Фонтанка все больше хорошела. Ее выпрямляли, углубляли, расширяли, берега одевали в гранит. Напротив летнего сада построили партикулярную верфь для гражданских судов. Петр, как известно, предпочитал исключительно водный транспорт. Я захватил вот эту фотографию, и вы видите, что было. Потому что город и снабжался с воды, и отапливался с воды. Все проходило по воде. И бревна, которые предназначались для бесконечных квартир и парадных, для печек, каминов роскошных. Все было на воде. Кроме того, здесь приходили баржи с живыми осетрами, которые отсюда, и живой стерлядью, которые отсюда уже грузили на телеги и доставляли в Елисеевский магазин. Все было отсюда. И вот эти спуски романтические, которые так любят теперь влюбленные, и художники петербургские, все эти спуски, они, по сути дела, и были устроены, и завалены вот этими товарами, которые доставлялись горожанам. То есть фонтанка была и трудягой, и кормилицей. А при Екатерине Великой вдоль нее стали строить усадьбы. Но при этом фонтанка достаточно продолжительное время оставалась границей города. И над ней долго витал дух окраинности. Весь 18 век усадьбы, которые выходили на фонтанку, они еще имели гаванцы. И очень много было рыбных садков. И кроме того, что движение активное по фонтанке, кроме того, еще были полоскальни и купальни. То есть даже полоскальни, то есть использовали фонтанку для хозяйственных нужд. А нынче набережные реки Фонтанки украшают великолепные особняки, знаменитые на весь мир дворцы, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры. И в первую очередь это, конечно же, Михайловский замок. Его называют также и инженерным замком. Дело в том, что после трагической гибели императора Павла и переезда царской семьи в зимний дворец, здесь располагалось главное инженерное училище. Сегодня это здание является филиалом русского музея. Да, знаковое место для Петербурга. Даже очень знаковое и одно из лучших произведений архитектора Бринна. Архитектора Бринна, да? Любимого архитектора Павла, такого романтического, настоящего романтического архитектора, первого романтического архитектора, наверное. А рядом с Михайловским замком, напротив здания бывшего училища правовидения, есть один из самых популярных среди туристов памятников – Чижику-Пыжику. Ну, шуточная песенка известна всем. Чижик-Пыжик где-то был, на фонтанке водку пил. Но Чижики водку не пьют. На самом деле, эта самая маленькая в Петербурге скульптура установлена в память о воспитанниках училища правоведения, среди которых, кстати, был и Петр Ильич Чайковский, в честь которого названа поблизости улица. Согласно распространенной легенде, за расцветку мундира и пыжиковой шапки воспитанников-правоведов в шутку называли «Чижиками-Пыжиками». И если двигаться от Михайловского замка к Невскому, то мы увидим знаменитую, так называемую, блокадную подстанцию, которую в 1932 году построила совсем молодая девушка Раиса Каханова, замечательный архитектор. И это пример такого чистого конструктивизма, который в центре города вообще можно встретить очень редко. Раз-два я обчелся. Именно эта блокадная подстанция дала энергию в сеть и обеспечила движение возрожденного трамвая после страшной блокадной зимы 1941 года. Есть еще один памятник на фонтанке, очень дорогой для ленинградцев и петербуржцев. Это мемориальный знак «Блокадная прорубь». Установлен он у Шуваловского дворца на спуске к реке. Здесь жители брали воду, когда из-за сильнейших морозов и бомбежек перестал работать водопровод. А рядом с блокадной подстанцией находится одно из старейших зданий города – цирк на фонтанке. Первый каменный стационарный цирк в России, которому было дано имя его устроителя – Гаэтано Ченезэль. Каждое здание на набережной фонтанке знаменито без исключения. Например, так называемый «Дом Абаза». Салон Юлии Федоровны «Абаза» долгие годы считался музыкальным центром Петербурга. И именно здесь, на набережной фонтанке 23, состоялось первое исполнение оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В принципе, всегда считается, что «Евгений Онегин» исполнялся силами московских студентов в Москве. Так вот, нет же. Он исполнялся первый раз в концертном исполнении в «Доме Абаза». У рояля во время исполнения «Евгения Онегина» был ни больше ни меньше, как КР, Константин Константин, великий князь. А исполняли все роли лучшие певцы Мариинского театра. Ну, а мой дом, он тоже «Будь здоров!». Это дом так называемого сенатора Безобразова, в котором было много чего интересного. В моем доме была первая выставка «Верещагина». На втором этаже была квартира Полонского поэта. Все здесь, здесь в каждом доме. Следующий дом жил знаменитый историк Петербурга Пыляев. Вот он здесь жил. Эти дома так точно и так прекрасно и мощно были поставлены вдоль этой реки. Можно сказать, что или фонтанка оберегала эти дома, или дома оберегали фонтанку, или все вместе оберегал наш город в центре. И один из этих домов-оберегов – дворец графа в Шереметьевых на фонтанке. Его так и называют «фонтанный дом». Он принадлежал пяти поколениям Шереметьевых, игравших исключительно важную роль в истории России. Шереметьевский дворец был центром культурной жизни Петербурга. В частности, сюда приходил Александр Сергеевич Пушкин позировать художнику Оресту Кипренскому. И весь мир знает этот портрет поэта. В начале 1917 года в бывшем графском дворце был обустроен музей дворянского быта, а с начала войны в здании разместился научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики. В настоящее время дворец Шереметьевых – это музей музыки, один из филиалов музея театрального и музыкального искусства. А во флигеле дворца находится всем известный музей Анны Ахматовой. И, конечно, особое украшение и достопримечательность фонтанки – это ее старинные мосты. Каждый мост имеет характер. Каждый мост особенный. Кроме того, если мы вот от этой точки, где сейчас мы снимаем эту передачу, пройдем около километра, мы вообще окажемся на самом главном. Просто символ города, такой же, как кораблик на Адмиралте. Адмиралте, если это Клодовские кони. Ну, что может быть лучше? Кстати, в Ленинграде у Аничкова моста была пристань, откуда отправлялись водные трамвайчики, на которых особо любили кататься туристы. А за Аничковым мостом – символы города. Аничков дворец и дворец Белосельских-Белозерских. Рядом библиотека имени Маяковского. Ей на фонтанке принадлежат два здания. Дом 46 называют домом графини Карловой. Наталья Федоровна Карлова была супругой герцога Георгия Мекленбург-Стрелецкого. Сегодня в доме графини Карловой совершенно изумительная мемориальная библиотека Голицына. Голицыны являются наследниками, продолжателями рода Мекленбург-Стрелецких. Потомки Мекленбург-Стрелецких, которые жили в этом доме – Голицыны. И они эту библиотеку подарили этому дому. И таким образом образовалась мемориальная библиотека Голицына. Ну а это здание на фонтанке – произведение выдающегося зодчего Федора Лидоволя. Его называют «Толстовский дом». В свое время он принадлежал генерал-майору графу Михаилу Павловичу Толстовому. Это был его доходный дом. И, судя по его размерам, доход был немалый. Знаковым местом набережных фонтанки по праву считается и БДТ – Большой драматический театр имени Георгия Александровича Товстоногова. А начиналась его история с рыночного театра графа Апраксина, владельца Апраксина рынка. То есть, история театра давняя, а ведет к нему лишь Туков мост. Его не было. Его не было до того, как Алексей Сергеевич Суворин откупил театр у Апраксина, графа, у его наследников, вернее. И, ну, со своей потрясающей деловой хваткой, потрясающей, сумел делать театр прибыльным и коммерческим. И народ пер так на эти самые представления, да, что он построил мост. Вот. С разрешением муниципалитета. И этот мост остался. Вот он до сих пор стоит, так сказать. Вот его можно было бы назвать мостом имени Алексея Сергеевича Суворина. Но и название лишь Туков мост тоже совсем не случайно. Мост был назван по переулку, который в ленинградское время переименовали в честь казахского поэта Джамбула Джабаева, написавшего знаменитое стихотворение «Ленинградцы, дети мои». А до середины прошлого столетия переулок носил имя лейб-медика императрицы Елизаветы Ивана Ивановича Листока, которого в народе звали Лишток. Отсюда и название Лиштукова моста. Надо сказать, что вся фонтанка от истока до устья – это богатейшая история ее набережных, великолепных дворцов, особняков и живших в них петербуржцев и ленинградцев, великих, выдающихся, знаменитых. Набережная фонтанки. Помнят шаги и Дешапина, и Галинки, и Пушкина, и Рубинштейна, и Чайковского. Но кого только не помнит набережная фонтанки. Для меня фонтанка – это Михайловский замок, Блок, работавший в БДТ, Суворин, основавший БДТ, граф Апраксин, трагический человек русской истории, декабристы, казарма которых была вот там, Пушкин, который дружил с декабристами. Фонтанка, она как-то связана с декабристами, она связана с какими-то романтическими моментами, я не знаю, может быть, это уже, ну, литературно, искусственно. Все декабристы жили близко, никто не ездил на гражданку, согласно всяческим запискам. Они езжали на фонтанку. Вообще, фонтанка не меньше, чем Нева. Нева слишком большая, державная, имперская. Фонтанка такая больше городская речка. Здесь, в общем, если громко крикнуть, то человек на той стороне в хорошую погоду тебя услышит. Она более контактна. И устремляясь к устью большой Невы, фонтанка многое может нам поведать о днях минувших. Но это уже следующая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова